Не нужно всех немедленно репрессировать, не нужно всех ссылать на урановые рудники, пока мне не удалось найти ни одного подобного комментария. Конечно, ситуация в экономике главным образом с доходами людей является одной из составляющих массового недовольства. Ведь, как мы знаем, с 2013 года реальные располагаемые доходы, то есть индексированные на величину инфляции, минус обязательные платежи, они стабильно падают. Вот, по-моему, с 2009 года по 2015, я точно не помню в статистике, порядка 5 миллионов рабочих мест у нас ушло в секторе средних и крупных предприятий. То есть тенденция, не то что тенденция просто плохая, но понятно, что сейчас плохо и можно надеяться только на то, что завтра будет худше. И в лучшем, в лучшем сценарии, вот если какой-то бог из машины появится, станет хуже, но не за год, а за два или за три. Поэтому фрустрация, вот раздражение от одних и тех же фигур, которые появляются, ежегодно заявляют, что у нас есть планы, мы добьемся вот этого, вот этого, вот этого. Потом планы не сбываются, разумеется, заявленные цели не достигаются, но проводится заседание правительства, все друг друга хвалят, для этого хорошо поработали. Будем продолжать в том же темпе, в том же духе, естественно, они у людей вызывают массовое недовольство. А реальных каналов, через которые они могли бы выразить это недовольство, их очень немного, они появляются спонтанно, как, например, протестное голосование этой осенью, и после этого стремительно властью закрываются, чтобы не допустить никакого пути выражения общественных настроений. Продолжение следует...